В Петербурге на прошлой неделе завершилась навигация для мломерных судов. Также подходит к концу сезон разводки мостов. На рукавах Невы, Кантемировский, Кренадерский, Самсоньевский уже ушли на зимовку. На Неве разводить мосты будут еще неделю, до 30 ноября. По итогам навигационного периода, который длился 7 месяцев, пассажиропоток на водных путях Петербурга вырос по сравнению с прошлым годом, как и количество судов, которые пришвартовались к городским причалам. Надо сказать, что на причалах в самом сердце северной столицы, тех, что на Дворцовой набережной, возле Летнего сада и на Адмиралтейской обновили. И они уже готовы к новому сезону. Все подробности о проделанных здесь работах мы узнаем прямо сейчас. И поведает нам их Анна Смирнова, наша коллега. Анечка, доброе утро. Доброе утро. Еще раз. Да, коллеги, доброе утро. Конечно же, стоять у причала ноябрьским утром не так приятно, как в белую ночь, когда здесь много людей, когда здесь очень активно и активен сезон навигации. Но как раз сейчас самое время для того, чтобы эти самые понтоны обновить, причалы обновить. Все о том, как это произошло здесь, знает Дмитрий Вячеславович Куклин. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот мы стоим здесь. Я знаю, что здесь практически все теперь новое у Летнего сада на причале. Да, в этом году мы обновили два городских причала. Причал Летний сад, в котором мы сейчас находимся, и Причал Адмиралтейства, самый крупный городской причал. В данном случае поменены полностью причальные палы, то есть конструкции, которые удерживают понтон. Конструкции для переходного трапа. И установлен, по сути дела, новый понтон, металлический, более удобный для швартовок и для пассажиров. И в том числе безопасность тоже повышена. Такие же работы аналогичные проведены на Адмиралтействе. Но там причал в четыре раза длиннее. Соответственно, палов 10 штук по сравнению с этим причалом. Насколько я понимаю, до этого здесь были чугунные конструкции. Их заменили. Вот новые сколько еще прослужат? И как часто им будет требоваться ремонт? Здесь были установлены такие же металлические палы, которым было более 30 лет. И, собственно говоря, уже их техническое состояние требовало замены. И стоял более легкий железобетонный понтон. Соответственно, все это поменяли. Я думаю, что не менее 30 лет все это прослужит успешно. И обеспечит и безопасность, и комфорт пассажирам. Всего у нас 20 городских причалов в центре города, если я не ошибаюсь. Да, инфраструктура именно городских причалов, в котором оператор является Агентство внешнего транспорта, их 20. За навигацию 2024 года они приняли 44,5 тысячи судов. Заработали в бюджет Санкт-Петербурга порядка 65 миллионов рублей. Это большая цифра, на самом деле, для нашего города. Но вот сезон навигации подошел уже, по сути, к концу. Вот каковы итоги? Предварительные итоги, которые мы собирали по всем перевозчикам, которые перевозят пассажиров водным транспортом, порядка 4 миллионов пассажиров привезено за навигацию. Ну, это где-то активная с середины мая по конец сентября. Ну что же, такие конструкции, мы уже сказали, что прослужат еще минимум 30 лет. Ну что же, я хочу сейчас передать слово своим коллегам в студию. Действительно, в 2025-м навигационном сезоне нас ждут обновленные причалы, и это не может не радовать. Хочется верить, что еще больше туристов приедет в наш замечательный город. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Там даже нет сомнений. Но это будет следующим летом, а сегодня 22 ноября.